Сегодня исполнилось 85 лет со дня создания системы гражданской обороны России. Юбилейной дате МЧС России посвятила весь нынешний год и праздничную дату традиционно сотрудники служб отмечают масштабными учениями. Виталий Абрамов продолжит. Несмотря на свой профессиональный праздник, спасатели наряду со службами ГО и ЧС, предприятий и органов власти традиционно проводят трехдневную всероссийскую тренировку по гражданской обороне. В этот раз с проверкой республики приехал замминистра ЧС Павел Барышев, который осмотрел стратегические объекты города и изучил действия по ликвидации ЧС. Мы только еще начали заниматься с лично составом и администрации районов, администрации республики. Это не только подразделения гражданской обороны и подразделения МЧС России занимаются. Эта администрация также занимается вместе с нами. Подводить итоги будем 6 числа, когда закончатся мероприятия. Ежегодно в ходе таких учений проверяется уровень готовности органов управления и сил гражданской обороны к практическому реагированию. Тренируется слаженность и эффективность действий разных подразделений и ведомств. С сегодняшнего дня начинается месячник по гражданской обороне в республике Саха-Якутия. Все органы системы РСЧС в готовности. Заслушали муниципальное образование, как там у них проходит тренировка. В целом работа идет, готовность есть. Но несмотря на тренировку, в этот юбилейный день спасатели также не забывают о ветеранах и действующих сотрудниках службы. За многолетний усердный труд многие из них получили памятные медали МЧС России генерала армии Алтунин. В частности и Ася Павловна Петрова, отдавшая службе 33 года. Работали мы дружно. У нас как бы единая семья была. Мы все были очень дружными. Так что работать было интересно, потому что все дружные как-то были. Итогом трехдневного тренировочного процесса станет научный анализ гражданской обороны страны, реализуемых в мирное время при ликвидации ЧАЭС природного и техногенного характера, а также изучение порядка привлечения сил ГО к выполнению данных мероприятий. Это Ле Абрамов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.